друзья всем привет и в этом видеоролике сидя на кухне я записываю внеплановый видеоролик поводом для которого стали бесконечные комментарии в инстаграме канала куда я сейчас активно публикую свежие предложения по новым автомобилям люди все в шоке откуда берутся такие цены да как так то да здесь такой бешеный прирост и людей можно понять потому что не все следят за изменением цен как это происходит а к ты бьешь в лоб человеку что вот машина вчера стоила год назад стоил три с половиной миллиона а сегодня она стоит 6 миллионов и люди удивляются как это так почему так сильно выросла цена интересно вот в этом видеоролике я подготовился у меня есть записи у меня есть калькулятор у меня есть данные у меня есть история я вам детально расскажу с приведением примера откуда появляются такие новые цены почему мы от них в шоке и подчеркиваю все кому интересны новые автомобили я вас приглашаю подписаться на инстаграм канала потому что я за него активно взялся и стараюсь каждый день в stories и выкладывать актуальные предложения вот есть автомобиль и на каких условиях его можно забрать бывает что-то вылетает выгодно реально люди покупают вот в один день бывает что-то вылетает из серии офигеть да кому она нужна и в этом ролике конечно же у меня есть нативная интеграция она начинается прямо сейчас потому что цены на новые автомобили выросли действительно очень сильно и многие люди начинают смотреть на вторичный рынок поэтому друзья прежде чем ехать смотреть какую-то машину нужно не выходя из дома запросить владелица гос номер автомобиля зайти на сайт автокод точка рук вбить его ввести промокод мошков маленькими буквами на скидку и получить отчет полный по автомобилю и увидеть что он из себя в реале представляет если история чистая пожалуйста выезжайте смотрите если нет то не тратите ваше время ссылочка на автокод и промокод на скидку уже ждут вас в описании ролика а мы переходим к ценам а начнем с вами с истории курса доллара вот я вам вывожу статистику на экран в начале 2020 года в январе за 1 доллар просили 62 рубля в конце года курс доллара составлял уже 74 рубля по сути на сегодняшний день цифры такие же это значит что прирост составил 17 процентов я все высчитал вот эту цифру нам сразу нужно запомнить мы ее обводим с вами в кружок 17 процентов но есть такое понятие как плановое подорожание постоянно раз-два раза в год у всех производителей цены растут все зависит от комплектации прирост цены разово может быть от одного но чаще от двух до пяти процентов больше это уже какие-то редкие случаи среднем это два-три процента раз-два раза в год вот это нужно запомнить и сюда же не забывайте важный факт когда появляется какая-то обновленная версия там пусть это будет солярис бмв 5 серии skoda rapid в определенных схожих комплектациях машина в любом случае становится чуть до богаче какие-то появляются фишки опции естественно эти фишки опции тоже приводят к подорожанию цены это те же самые 1 2 процента может быть где-то три я сейчас возьму такие общие цифры сейчас вам все рассчитаю и вы все поймете факт в том что машина становится дороже естественно производитель это кладет на наши с вами плечи уж точно не на свои базовые версии в этом ролике мы тоже кратенько дообсудим у меня тут есть вас чем удивить поэтому не переключайтесь следите за пальцем чтобы не потерять внимание а вот теперь давайте разбирать интересную ситуацию первый пример я приведу на действительно востребованном автомобиле бмв 5 серии 530 дизель в комплектации м спорт почему востребованы действительно на них очень хороший спрос как бы кто из нас не относился к бмв в любом случае люди на эти машины посматривают ими интересуются вот до начала пандемии до начала вируса автомобиль в предыдущем кузове стоил по розничной цене внимание по розничной цене 4 миллиона 450 тысяч рублей на тот момент я эти автомобили активно покупал по цене 3 миллиона 450 тысяч рублей плюс сюда добавлялась каска отдельно покупалась сам факт того что вот внимание друзья не теряйте самое главное внимание можно было прийти к одному из официальных дилеров который вам предложил бы эту машину за наличный расчет без каких-либо кредитов я вот называю реальные честные цены по розничной цене 4 450 когда я ищу автомобиль я прозваниваю всех дилеров по москве их не так много факт в том что звонишь один говорит 4 450 второй говорит 4 200 третий говорит 3 700 и вот находил я одного дилера который активно сливал эти машины по цене 3 миллиона 450 тысяч рублей и многие из вас кто давно подписан смотрят на канал именно эти цифры и запомнили и вот здесь у нас кроется ключевая ошибка давайте не отходя от кассы разберем столетий при розничной цене 4450 скидка была на автомобиль более 20 процентов при условии покупки просто за наличку положил деньги оплатил каска уехал все это была шикарная цена тачки отлетали просто вот так хотя и тогда многие писали дорого вот тут к трем если упадет будет здорово идем последовательно дальше в начале 2020 года у них произошло плановое подорожание на те самые 2 процента ну там две целых одна десятая в общем автомобиль вырос цене на 100 тысяч рублей и у него розничная цена стала 4 миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей а потом начался март потом началась пандемия и потом пошел активный рост доллара и соответственно вместе с ним каждый месяц цены на автомобили поднимались и вот смотрите как мы с вами посчитаем сегодняшний день 2021 год конец мая что мы с вами делаем первую очередь мы берем 17 процентов это рост доллара раз далее за это время было несколько плановых подорожаний я беру средние цифры два подорожали по два процента еще четыре и сейчас появилась обновленная версия которая тоже как я сказал ранее местами стало чуть богаче в силу того что обновленная версия ну еще примерно 2 процента я вот закладу примерно такие цифры если вы работаете у официального дилера являетесь профессионалом специалистом руководителем друзья активно поправляйте пишите в комментариях если вдруг я не неправ так и пишите я эксперт все знаю считать надо вот так факт в следующем по моим подсчетам выходит так что за это время прирост в цене должен был составить 23 процента и что мы с вами делаем мы берем с вами внимание за расчет розничную цену последнюю 4 миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей и высчитываем от этой цифры 23 процента что составляет 1 миллион сорок шесть тысяч рублей 500 вот эти две цифры мы с вами складываем у нас получается цифра 5 миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот мы с вами заходим на официальный сайт бмв и смотрим вот эта комплектация про которую я говорю нынешняя она называется м спорт плюс сейчас версию тэдишин это отдельная история даже останавливаться не будем факт в том что у нее цена розничная 5 миллионов пятьсот восемьдесят тысяч рублей таким образом если грамотно посчитать все вот эти наценки откуда это все взялось откуда взялся прирост получается так что никакого вау то и нет ну все по математике все сходится есть комплектация м спорт про она дороже но и тогда она тоже была дороже они тогда тоже продавались чаще брали м спорт плюс условно но она называлась не плюс суть в другом суть в том что если побить по калькулятору то получается так то что никакого вау нету все как и должно было быть откуда берется вот это заблуждение с тем что цены выросли там чуть ли не в два раза а с тем что люди привыкли к той самой цене со скидкой что ага тогда то вы брали три четыреста пятьдесят кто-то брал за три шестьсот три семьсот в общем в этом диапазоне там плюс минус сто двести тысяч рублей было но поймите эта цена со скидкой я помню активно все эти комментарии когда мне писали блондин ты лжец никаких скидок не существует розница это чисто так для кого-то там придумано когда ты придешь салон любому из вас делают скидку то миллион рублей но такого не было любому пришедшему в салон такие скидки не делали да люди могли сами договариваться но сам факт того что это была реальная скидка сейчас же происходит все от обратного машин мало на них действительно дефицит таким образом дилеры видят что у нас 10 машин мы возвращаемся к история о ситуации на рынке а на эти 10 машин 30 звонков и люди готовы покупать люди ищут люди приходят по салонам нужной машины нету что происходит когда спрос превышает предложение ценник устаканивают никаких скидок не делают а чаще всего начинают делать наценку так например на версию м спорт про который официально стоит 5 миллионов 910 тысяч рублей на оценка может быть сейчас примерно 300 тысяч рублей и не забывайте о том что на автомобиле еще есть хорошая маржа таким образом дилеры неплохо зарабатывают но есть один момент что есть более дорогие автомобили типа x5 x6 x7 определенных комплектациях где цена выросла существеннее чем плюс 23 процента но там совсем отдельная история там уже такой прям максимально премиальный сегментом автомобили перешагивать за цену за отметку 7 8 миллионов рублей поэтому там прирост тоже есть и там тоже есть наценка просто так с потолка плюс 50 процентов такого нигде не образовалось за исключением где дилеры от себя делают бешеные наценки понимаете вот все как это происходит и так происходит по всем немцам ауди взять та же самая история вы прекрасно помните скидки миллион там полтора бывало даже на некоторые автомобили ну такой редко конечно был но бывало сейчас скидки там 300 400 тысяч где-то 200 где-то вообще скидки нет но нет нет да ну какую-нибудь а 6 там действительно что-то крупное вылетает но это скажем так исключение из правил не забывайте в инстаграме вся актуальная информация именно поэтому здесь мы с вами подводим черту что прирост цены нужно считать от розничной цены а не так что вы там берете за основу себе цену со скидкой когда-то и на мазду 6 скидки были там 150 200000 на весь модельный ряд нужно считать от розничной цены вот смотрите интересный момент вы расскажете пятерка бывает это так дорого нужно что-то более народный без проблем друзья skoda rapid народный автомобиль я считаю что народный автомобиль 23 июля 2020 года вышел обзор у нас на канале на новый rapid если вы запрыгнете сегодня в интернет то первая цифра которая вас встретит новый rapid по цене от семьсот девяносто две тысячи рублей то есть самая самая базовая версия естественно с механической коробкой передач новый rapid начинался по цене от семьсот девяносто две тысячи рублей на сегодняшний день если мы зайдем с вами на официальный сайт цена начинается от девятьсот тридцать семь тысяч рублей что означает прирост на плюс 14 процентов важно понимать что на момент июля ценник уже рос он уже был обновленный потому что вся ситуация началась в марте вы это должны понимать таким образом вот откуда берется здесь 14 там например на бмв 23 в реале ценник вырос ну точно как минимум на 17 процентов и вот здесь еще интересный момент с ценами на официальных сайтах когда мы смотрим с вами абсолютно любого вот эти цены от как правило они начинаются за самую простую базовую версию если говорить про доступный сегмент типа вот рапиды солярицы еще кто-то самую базу их в принципе практически не покупают эту информацию доношу от официальных дилеров от менеджеров до бывают редкие случаи когда человек приходит за базой как правило если база стоит у дилера на нее в любом случае какие как какие бы времена не были навешивают сразу допов потому что дилеру с этой машины нужно больше заработать к слову о марже мы чуть чуть дальше дойдем таким образом вот эти цены это сделано просто для маркетинга и серии у нас есть доступная цена по факту сегодня рапиды которые предлагаются которые действительно пользуются у людей спросом где достойная комплектация что хотя бы с каким-то комфортом ты будешь передвигаться это по цене примерно внимание 1 миллион 300 тире полтора миллиона рублей да друзья топовый рапид турбовый сегодня стоит примерно 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей и еще если в москве смотреть на не будут навешивать долг по таким образом сегодня рапид можно купить по цене там миллион 600 миллион 700 где на 200 тысяч вам повесят коврики там сеточку обработают днище антикоррозийным средством в общем разводят по полной программе и самое удивительное что люди на эти разводы согласны полностью говорить о том что народ дураки ну раз вот люди звонят я готов еще машины какие-нибудь шкоды наличие в москве сейчас сил того что их мало плюс 300 400 тысяч вы вдумайтесь плюс 300 400 тысяч когда-то мой год назад шкоды покупали по цене там полтора миллиона то миллион 700 это была прям жирнючая комплектация сейчас средняя комплектация миллион 800 стоит а жирнючая комплектация свыше двух с половиной если не ошибаюсь потому что там цены изменились очень сильно факт в том что пожалуйста вот он точно также живой пример где цены изменились их нужно читать от розничной цены марша очень многим интересно какая маржа у дилеров да и вообще как бы давайте устроим бойкот ничего не будем покупать и все сразу начнутся скидки вы должны понимать что скидки начнутся я это уже говорил повторял повторю еще раз как только на рынке будет достаточное количество автомобилей в силу этой пандемии многие же раз заводы стояли таким образом образовался дефицит и запчастей и в том числе сейчас автомобилей в первую очередь все производители насыщают рынки европы азии америки ну и так далее то есть как бы россия эта страна третьего мира нам все завозят чуть позже в следующую очередь как только на рынке станет достаточное количество автомобилей как это было раньше так в таком случае сразу можно будет рассчитывать на то что как минимум берут допы машины начнут продавать только по розничной цене на машину начнут делать скидки а когда у дилера какой-нибудь kia sorento один стоит понятное дело что у него навешивают 500-1 миллион и самое главное что каждый день на него звонки 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 да кто-то приходит и говорит фу надоело я беру но не стоит думать что это каждый второй кто хочет купить sorento к примеру там махав или еще что-то готов купить такими допами нет конечно машины стоят но их мало поэтому такая картина происходит значит маржа складываются в процентах всегда и здесь грубо говоря будет там условно вилами по воде мы начнем с примера допустим наш коду kediak самый простой версии там может быть маржа 3 просто процента и потихоньку потихоньку с комплектации она растет там жирный комплектация то может быть примеру 7 процентов в цифрах это например может быть жирной комплектации там 200-250 тысяч рублей а сегодня у некоторых дилеров план стоит что вы продаете не просто машину по рознице а еще должны чистыми заработать 300 тысяч рублей соответственно менеджер должен с вами как с потенциальным покупателем договариваться либо просто он вам плюсанет 300 тысяч и вы едете на этой машине либо он вам продаст какие-то допы но это будет стоить 350 тысяч рублей из которых на полтинник это реально допы а все остальное это чистая маржа не готов не можешь ты иначе машина не продается тебе то есть еще того кто готов купить этих условиях поэтому все здесь легко и просто когда ты правильно считаешь и удивляться тому что раньше было 3500 стало 6 да как так то откуда такая цена вот вам простой ответ любой бренд абсолютно берете смотрите ценник какой он там был до марта 2020 года смотрите сейчас цену и просто-напросто от розницы как минимум 17 процентов при рост цене вы увидите и раз уж мы с вами так уютно сидим поделюсь с вами своими наблюдениями вот я сейчас выкладываю предложение в инстаграм вот смотрите базовых версий автомобилей нет вообще то есть все что присылают как правило это не начальная комплектация средний либо там хорошо укомплектованные выкладываешь машин думаешь за команда нужна с такой ценой звонок готов брать все забирают автомобили те у кого не было денег у них их нет не сейчас и соответственно чем цена им что там rapid стоил семьсот девяносто две тысячи это было дорого что девятьсот тридцать семь тысяч это еще дороже ну и так далее я ни в коем случае никого не хочу обидеть я просто ну говорю как есть спрос есть на машину машин мало спрос есть как бы машина очень хорошо расходится многие машины бронируют вообще из поставок там на июль наконец на начало августа отдают деньги готовы ждать потому что все то что находит в наличии с бешеной наценкой и сейчас я вижу активную тенденцию что народ уже офигел и от этих наценок многие отказываются то есть не готовы покупать но при этом например общаясь с некоторыми дилерами там ту же самую шкоду взять менеджер говорит там приходит народ и сразу спрашивает какая у вас наценка 300 тысяч машина есть есть пойдемте смотреть смотрят щупают считаются бьют по рукам покупают но при этом очень часто говорит есть и разрывы контрактов это например человек вроде бы оставил деньги там в серии договорились а через два дня звонит говорит возвращайте деньги я нашел дешевле а дешевле это здесь предложили на 300 тысяч а там на 150 или там по рознице ну в общем выгоднее условие он готов покупать там вообще вот такая картина я продолжаю следить за рынком новых автомобилей поэтому обязательно подпишитесь на канал если вы этого еще не сделали подписывайтесь на инстаграм потому что там выходит активно сейчас истории с ценными актуальными на новые автомобили у меня на этом все друзья если подобный формат вам понравился поверьте на слово блондину есть что рассказывать можно сидеть под чашечкой кофе актуальной информации смотрю народ активно снимает а почему нет пообщаться что-то рассказать интересненького затравить историю а что скажете скоро кстати снимем отдельный видеоролик по балкону с чего начинается ремонт с дизайн проекта как что делать вот интересно будет там почитать ваше мнение друзья у меня на этом все хороших вам выходных до новых встреч всем пока пока ваше мнение